поездка границы южной кореи горы пещерам и к монахам дороги у них лучше чем украине может быть это связано с тем что частного транспорта нет вообще велосипед может быть твоим за 70 долларов и нет перегруженных грузовиков под 30 тонн постоянная вереница людей вдоль дорог жиды веток проезжая поля и деревни бросается в глаза тяжкий труд людей вдумайтесь только обрабатывать землю вручную на мулах и деревянным плугом которому точно почетное место в историческом музее работает тяжело и много платят им талонами из кооператива милитаризованной территории все очень строго чучело военных целящийся в южную корею колючая проволока еще больше запретов и еще строже военные они завели нас в здание на 38 параллели в котором был подписан мирный договор с америкой специально для этого был построен дом за три дня площади 500 метров квадратный который станет символом победы северной кореи над сша там можно снимать видео и фотографировать скорее всего даже нужно этим можно делиться со всем миром поднялись на балкон пограничного дома посмотрели на два громаднейших флага 9 на 13 метров слева южная корея справа северная тяжело вздохнули вы даже не подозреваете нас повезли буддийские храм нужно отдать должное правительство сохранила храмы уцелевшие после бомбежек храмах есть монахи но очень мало гробница 28 императора кореи и все это под защитой юнеско можно ударить в колокол внизу но за 50 долларов кстати о ценах для нас туристов все очень недешево кофе 5 долларов и не то чтобы вкусный и не то чтобы натуральный бассейн 30 долларов вход на смотровые площадки 5 долларов местных денег иметь нам нельзя в один день привезли в супермаркет в три этажа с огромным ассортиментом даже шампанское киеве есть мы поменяли евро и доллар внимание официальный курс 1 доллар 120 вонг не официальный 1 доллар 9600 вонг затем приехали в горы куда поднялись далеко не все в горах всегда красиво и по-настоящему их даже не испортила огромная надпись революционных лозунгов на весь склон отель в горах настоящие пять звезд все очень красиво качественно современно персонал понимает английский язык нам точно не хотелось уезжать у нас ждут 7 километров пещеры где был кимир сэн и еще один дворец подарков двум вождям горах величайших размеров одна дверь весит 5 тонн музей набит всякой всячины от оружия машин поездов изделий из золота и драгоценных камней да как мы выразились непотреба с бабушкиного чердака каждой стране своя витрина даты подписи регалии вождей затем балкон с видом на горы и местом где когда-то курил вождь сочинив стихотворение за трубкой тебе его зачитывает растворимый кофе и мы уже едем на фабрику женщин где показали производство магазин с ценами от 30 до 500 долларов за упаковку чудодейственных корней горах было красиво и спокойно буддийские храмы гробницы императора даже показалось что ты не в северной корее на следующий день выставка достижений огромный комплекс типа в днх советском союзе где показаны производственные достижения кндр с гордым амбициозным заявлением что все это сделали мы поезда уралвагонзавода станки китай машины китай или южная корея трактора почему-то стоят здесь они в полях следующая остановка это бассейн университета он очень большой очень красивый современный там даже джакузи есть затем зоопарк зоопарк красивы входная группа великолепно масштабы потрясающие но что удивило это американская акита и далматинцы в клетках проезд на метро из одной красивой станции в другой выложены мозаикой дом пионеров концерт нечто дети очень талантливы мы взяли с собой конфет шоколад и ручек раздать детям но возможности не было первые ряды пионеров на балконе сидели непоколебимо авторы показывали кидай мы отдали их преподавателю и деньги для детей который наш гид пересчитал при нас и почему-то отдал дальше готовимся на вылет голове подвел итог они расписали каждую минуту из 8 суток нахождения в к ндр время на душ 20 минут тебя нет ломятся в номер потом учитывают при всем автобусе как нехорошо подводить все все время за полночен время на сон бассейн фотографии поклоны еду магазин даже просмотр картины определено вранье наших гидов начинает сильно раздражать четвертого дня невозможно потеряться ты можешь стать овощем тебе покажут отведут привезут покормят а главное подумают примут решение за тебя вылет местные деньги типа случайно забыл заднем кармане штанов и положил их чемодан паспортный контроль пограничник очень долго со мной разговаривал держа паспорт руки о том как мы относимся к ндр что мы увидели что понравилось что не понравилось что меня больше всего удивило на чисто русском языке вылет в пекин на тушке а а а а а а а и и и